Музыка Для людей, которые начинают свою деятельность и хотят проводить именно в шоу-бизнесе, им нужно, что нужно для этого. Для этого нужно хорошо владеть инструментом, чтобы не было никаких проблем с диапазоном, с третьей октавой, не было никаких проблем с тональностями, потому что именно в шоу-бизнесе, певцы, певицы, для того, чтобы какая-то нота одна звучала, тональности могут быть такие, чтобы пальцы ломаются просто сразу на голову. Поэтому не должно быть понятия, эта тональность удобная, эта неудобная, должны быть удобны все тональности. Мыслить нужно не нотами, а солью, а просто ступенями. Базируется в основном, конечно, ну, скажем так, близко к блюзовым ладам, ну, больше с упором на пентатонику, и повышенная шестая ступень, пониже на пятая. Ну, а седьмая, в зависимости от того, какая песня, какая музыка, должен быть по возможности яркий звук, может быть, даже жестковатый для джаза. Ну, несколько другие, может, такие используются. Ну, трость — это дело личное. И нужно понимать, что, в принципе, это то же самое, ничуть не легче. Просто немножко другая специфика. Основывается все равно джаз, блюз, скажем так, вот, скорее блюз, но все секвенции и все остальное нужно играть, потому что, ну, чтобы не было мертвых тональностей, чтобы не было такого, я играю круто, там, в до минори, в ля минори, в си минори, в до диез минори или, там, в соль диез, я не могу играть. Вот этого быть не должно. А в принципе, подход абсолютно одинаковый. Также занимаешься те же гаммы, те же секвенции, все то же самое. Ты продумаешь, когда идет оранжерок, ты продумаешь, что постоянно играешь одно и то же. Ну, на концертах существует какая-то определенная все равно основа, которая обязательно звучит, и опять же, какой-то мелодический оборот. Вот, например, вот, ну, вот, например, вот этот какой-то кусок идет, а остальное там уже выкат на эту ноту, которая начинается там, или... И заканчивать нужно обязательно, чтобы конец был какой-то запоминающийся, эффектный. И еще есть такой нюанс, не знаю, маленький, не маленький. И, как правило, ты один, ты играешь на саксофоне, ну, как один, тебя аккомпанируют, но это сольные куски, то есть, это не группа там спрятаться, грубо говоря, не языковая, то есть, ты выходишь, и ты играешь, каждая твоя ошибка, помарка, это... Ты это никогда не денешься, она сразу видна и слышна, потому что... Еще специфика концертная работа, это не студия, где все чистится, Звукоресерт, как правило, на концертах выводит даже немного погромче, чем нужно, потому что это должно быть слышно, так же, как и солиста, вокалиста, в любом конце, как бы, углу зала, а аппаратура не всегда позволяет, если не линейный массив, чтобы все это было ярко слышно. И желательно быть коммуникабельным. А вот сейчас, извини, я вот про это можешь еще подробно? И, ну да, нужно сыграть здесь, и что это требует от музыки? Ну, требует... Это требует подготовленности. Подготовленность, как говорят, самая лучшая импровизация, та, которая подготовлена дома. То есть, а когда песни пишутся вот где-то на студии, еще часто бывает, что ты начинаешь играть, и начинаешь просто там что-то пробовать, какие-то куски, ну, так бывает, процентов 60 из 100, ты еще как бы не начал играть, и говорят, стоп, записано. Вот так бывает достаточно часто. Самое сложное, потом, бывает, запомнить то, что там играл. Но опять же, там, как бы, все равно, если... Должен быть, должна быть ярко выраженная мелодия. То есть, на ходу нужно придумать мелодию. И бывает, что, там, кто-то певец пьется не в голосе, и нужно играть то же самое. Говорят, давайте сыграть на полтонны ниже, например. То есть, должен к этому готов быть всегда. Ну, что, ну, естественно, если ты работа не под фанеру, под фанеру, там, можно вообще не порезать. Красиво выглядеть, улыбаться, туда-сюда ходить. Выглядеть нужно, ну, как, ну, желательно, не старо, не молодо. Ну, ко мне-то не относится, потому что улыбаться побольше. И не стесняться элементов шоу. Потому что со мной, в Балестуще, работал со мной в коллективе человек, как барабанщик. Ну, не сказать, что это не важно. Который ему говорит, ты улыбайся, делай какие-то там веселые движения. Там, он говорит, что я клоун. Ну, то есть, вот, понятие клоун и шоу. Шоу — это показ. То есть, можно сыграть ноту ля просто там. А можно сыграть вот. И не нужно пытаться, там, 8-16 тактов, которые тебе отводятся на соло, вставить все, что ты умеешь. Вот вообще все пассажи, все гаммы, нот, не должно быть очень много. Должно быть все равно какая-то ярко выраженная мелодичность. Потому что короткий кусок, ты не можешь здесь играть, там, несколько квадратов импровизации. Нужно в этот кусок уложить и какой-то пассаж, и обязательно, чтобы был какой-то кусок запоминающийся, ну, мелодическая основа должна быть запоминающаяся обязательно. То есть, не нужно наворачивать, нужно пытаться сыграть понятное, в то же время, чтобы было красиво, профессионально. То есть, чтобы это не выглядело, как человек играет три ноты, потому что он не умеет больше. То есть, ну, должны быть на своем месте, ярким звуком. Ну, шоу-бизнес – вещь такая, достаточно специфичная. Мне в этом смысле достаточно повезло, потому что я работал, ну, большую часть времени с обменяемыми исполнителями. Ну, а есть такие, которые… У меня есть знакомая сучка, когда человек работает, через несколько лет к нему подходит и спрашивает, «О, а как тебя зовут? Ты у нас работаешь?» Ну, таких работ по возможности нужно избегать. Ну, если, конечно, нужна, не заставляет. Но коммуникабельность – это… Если ты, ну, как бы, в профессиональном плане, где нет претензий, то ты, как бы, можешь позволить себе коммуникабельным. Опять же, со звездами лучше, ну, скажем, не слишком сближаться, не быть, не допускать панибратства какого-то, потому что они, как бы, это… Некоторым это и нравится, как бы, но… Нужно просто делать свою работу. И желательно, кроме саксофона, например, там, альт и играть, там, на нескольких саксофонах. Можно даже одновременно. Ну, еще неплохо бы петь «бэки» чисто. Ну, и поиграть что-нибудь на гитарке, на дудуке, там, на флете, еще на чем-нибудь. Тогда все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok